Джулия Бишоп, министру иностранных дел Австралии. Господин председатель, 39 австралийцев были среди 298 мужчин, женщин и детей, чьи жизни трагически оборвались, когда рейс MH17 был сбит над Восточной Украиной чуть более 12 месяцев тому назад. Среди австралийцев было шесть детей, два религиозных лидера, два врача, несколько учителей, писатель, получивший литературную премию, талантливый авиакосмический инженер. Это были люди, которых любили, и из-за жестокости судьбы они стали жертвами жестокости. Уничтожение гражданского самолета, который летел в коммерческом воздушном пространстве, выполнял обычный рейс. Миллионы, миллионы людей по всему миру верят в безопасность гражданской авиации. Каждый день, каждую минуту, те, кто погиб на борту рейса MH17, были дороги для своих близких, о каждом из жертв скорбят. Я говорил о семьями австралийских жертв в прошлом году, и совсем недавно, когда исполнился год с момента этой трагедии, 17 июля. Их утеря невосполнима. Они скорбят и требуют ответов. Для них нужно, чтобы те, кто виновен в смерти их возлюбленных, понесли ответственность за свои действия. Вместе с Нидерландами, Малайзией, Украиной и Бельгией Австралия попросила, чтобы Совет Безопасности создал независимый международный трибунал для наказания виновных в уничтожении малайзийского самолета, выполнявшего рейс MH17. Друзья и семьи тех, кто был на борту этого сбитого самолета, заслуживают правосудия. Именно это требуется в принятой единодушно Советом Безопасности резолюции 21.66, принятой 21 июля прошлого года. Наш проект резолюции и приложенный к нему проект статута трибунала были направлены на то, чтобы преобразовать в конкретные действия это требование обеспечить правосудие, о котором говорится в резолюции 21.66. Наша цель заключалась и заключается в том, чтобы обеспечить правосудие ради семей погибших, в том, чтобы остановить тех, кто готов угрожать безопасности международной гражданской авиации, чтобы таких трагедий больше не происходило в будущем. Растет в нашем мире число насильственных террористических группировок и других негосударственных действующих лиц. У многих из них самое современное оружие. И недопустимо, чтобы Совет Безопасности сегодня ничего не сделал, чтобы наказать людей, сбивших коммерческий самолет. Это вето усугубляет данное преступление. Лишь один голос был подан против, но нельзя, чтобы вето стояло на пути справедливости. Невозможно никакие оправдания, недопустимые оправдания со стороны Российской Федерации. Необходимо с пренебрежением отнестись к этим доводам. Сегодняшняя вето – вызов памяти 298 жертв, погибших на борту рейса MH17, вызов их семьям и друзьям. Россия надсмехается над своим собственным обязательством сделать все для наказания виновных, о чем говорится в резолюции 21.66. Если у России есть свидетельские показания или доказательства по этому вопросу, конечно, Россия хотела бы в этом случае, чтобы эти доказательства были представлены независимому беспристрастному трибуналу, созданному Советом Безопасности ООН, секретарь, прокурор и судьи которых будут назначены беспристрастным генеральным секретарем. Трибунал бы действовал на высоте самых строгих международных мер под эгидой Совета Безопасности, членом которого является Россия. Говорят, что наша просьба к Совету предпринять этот шаг была преждевременной, но создание механизма для уголовного преследования до завершения уголовного расследования соответствует практике Совета Безопасности. Выводы уголовного расследования должны быть переданы в орган, который сможет провести свое собственное расследование и наказать виновных. Единодушно приняв резолюцию 21.66 в прошлом году, Совет потребовал, чтобы виновные в этой трагедии понесли ответственность, потребовал, чтобы все государства поддержали усилия по определению ответственности. Резолюция 21.66 послала недвусмысленный сигнал, что безнаказанность для виновных недопустима. Сегодня один член Совета помешал Совету выполнить свою обязанность, свой долг перед друзьями, семьями и жертв рейса MH17 перед международным сообществом. Виновные могут считать, что они могут спрятаться за вето Российской Федерации, но им не удастся уйти от правосудия. Австралия глубоко признательна за поддержку резолюции большинством членов Совета безопасности, а также представителями других скорбящих стран. И я хочу выступить, дать обещание семьям и друзьям тех, кто погиб на борту MH17. Австралия будет продолжать делать все возможное для того, чтобы обеспечить, чтобы виновные в этой варварской трагедии понесли ответственность. Мы увидели сегодня, что двери Совета безопасности были закрытыми, но мы также видим, что международное сообщество готово сделать все для того, чтобы восторжествовало правосудие. Опираясь на эту поддержку, Австралия вместе с другими членами совместной следственной группы примет решение об альтернативном механизме для обеспечения наказания, с тем, чтобы истина восторжествовала, с тем, чтобы те, кто виновен в этой чудовищной трагедии, предстали перед правосудием. Хочу вас заверить, наша решимость в этом плане безгранична. 12 месяцев тому назад трагедия рейса MH17 потрясла весь мир. Сегодня Россия использовала сегодняшнее голосование, чтобы политизировать наше стремление к справедливости, и Россия заслуживает осуждения. Вопреки сегодняшнему вето, мы сделаем все, чтобы требования, которые содержатся в резолюции 21.66, требования обеспечить правосудие, опираясь на поддержку всех государств-членов, будет реализована. Спасибо. Спасибо ее превосходительству, министру Бишоп, за это заявление. Спасибо.